Здравствуйте! Вашему вниманию представляется лекция на тему электролиз по дисциплине электрохимия. Электролизом называют окислительно-восстановительный процесс, протекающий на электродах при прохождении постоянного электрического тока через расплав или раствор электролита. Электролитами называют вещества, растворы и расплавы которых проводят электрический ток. Типичные электролиты это соли, кислоты, щелочи. Согласно ионной теории электролиза, прохождение постоянного электрического тока через электролит осуществляется с помощью ионов. При этом, так же как и в гальваническом элементе, на аноде происходит процесс окисления, на катоде процесс восстановления. При электролизе катод заряжен отрицательно, анод положительно. Ионы в электролите движутся хаотично, но при создании электрического поля характер движения становится упорядоченным. Положительные ионы, катионы, движутся к катоду, отрицательные ионы, анионы, движутся к каноду. Электрический ток в электролитах представляет собой упорядоченное движение положительных и отрицательных ионов. Электролиз осуществляется в специальных устройствах, которые называются электролитические ванны или электролитические ячейки. Электрический ток подводится с помощью электродов. Отрицательно заряженный электрод – катод, положительно заряженный электрод – анод. Электроды, используемые в электролизе, бывают двух типов. Инертные электроды не вступают в химические реакции, находясь в контакте с электролитами и при пропускании электрического тока. Инертными электродами являются графитовые, угольные или платиновые электроды. Также используют неинертные электроды, которые вступают в реакцию окисления на аноде при пропускании электрического тока. Такими электродами являются алюминиевые, медные, а также электроды, сделанные из других металлов. Процесс электролиза можно разделить на два вида. Первый вид – это электролиз расплавов электролитов. И второй вид – это электролиз водных растворов электролитов. При использовании инертных электродов в процессе электролиза расплавов на электродах происходят электрохимические реакции только с участием ионов расплава. При этом на катоде восстанавливаются катионы металлов, на аноде окисляются анионы без кислородных кислот, кроме фторит-ионов. При этом образуются соответствующие простые вещества. В случае кислород, содержащих анионов, выделяется кислород и образуется один из оксидов элемента. В качестве примера рассмотрим электролиз расплава хлорида натрия на инертном аноде. В расплаве присутствуют ионы электролита – это катион натрия и анионы хлора. На катоде происходит восстановление катионов натрия. На аноде происходит окисление анионов хлора с образованием газообразного хлора. Суммарное уравнение электролиза представлено на слайде. На данном слайде представлен электролиз расплава хлорида кальция на инертном аноде. Так как в расплаве присутствуют только ионы электролита, а именно катионы кальция и анионы хлора, то на катоде происходит восстановление катионов кальция с образованием металлического кальция. На аноде окисляются анионы хлора с образованием газообразного хлора. Суммарное уравнение электролиза представлено на слайде. На данном слайде представлена схема электролиза гидрооксида калия на инертном аноде. В расплаве гидрооксида калия присутствуют катионы калия и гидроксид ионы. На катоде происходит восстановление катионов калия с образованием металлического калия. На аноде окисляются гидроксогруппы с образованием газообразного кислорода. Суммарное уравнение электролиза представлено на слайде. Процессы электролиза расплавов используют для получения щелочных и щелочноземельных металлов. Для составления уравнений электролиза расплавов можно использовать следующую последовательность действий. Первое. Составляют уравнение диссоциации электролита. В данном случае на слайде представлено уравнение диссоциации соли. Далее определяют, к какому электроду перемещаются соответствующие ионы. Третье. Составляют схемы процессов, протекающих на катоде и на аноде. И затем составляют суммарное уравнение электролиза. Для составления уравнений электролиза расплавов необходимо помнить, что в процессах на электродах участвуют только ионы электролита. Электролиз водных растворов электролитов происходит в присутствии молекул воды и продуктов ее диссоциации, а именно катионов водорода или протонов, а также гидроксогрупп. В итоге в электролизе водных растворов электролитов участвуют, кроме ионов электролита, молекулы воды и продукты ее диссоциации. Молекулы воды могут подвергаться электрохимическому окислению или восстановлению на катоде и на аноде. На слайде представлены данные уравнения реакции. Электролиз воды используется как способ получения газообразных кислорода и водорода. Электролиз водных растворов сопровождается избирательным разрядом ионов, при этом имеет место определенная последовательность разрядки ионов на электродах. Для металлов последовательность разрядки ионов будет зависеть от относительных значений электродных потенциалов. Последовательность восстановления катионов на катоде определяется некоторыми правилами. Из водных растворов катионы активных металлов, то есть металлов, расположенных в ряду напряжения от лития до алюминия включительно, а также катион аммония не восстанавливается. Вместо этих катионов на катоде восстанавливаются молекулы воды по уравнению, представленному на слайде. В случае катионов металлов средней активности, то есть металлов, расположенных в ряду напряжения от алюминия до водорода, на катоде происходит совместное восстановление как катиона металла, так и молекул воды. При восстановлении катионов малоактивных металлов, то есть металлов, расположенных в ряду напряжения после водорода, на катоде восстанавливаются катионы металлов. Также следует помнить, что ионы водорода восстанавливаются только из растворов кислот. Последовательность окисления анионов на аноде также подчиняется определенным правилам, а именно, анионы без кислородных кислот, например, иодит, бромид, сульфид, хлорид ионы, окисляются на аноде до простых веществ. Анионы кислород, содержащих кислот, например, сульфат ион, нитрат ион, карбонат ион и тому подобное, не окисляются на аноде, вместо них окисляются молекулы воды по уравнению, представленному на слайде. Фторид ионы не окисляются на аноде из водных растворов, вместо них окисляются молекулы воды. И также следует помнить, что гидроксид ионы окисляются на аноде только при электролизе водных растворов щелочей. В случае использования неинертных электродов, то есть электродов, изготовленных из металла, на аноде происходит процесс окисления материала аноды, то есть окисляются не ионы, присутствующие в электролите, а атомы, из которых изготовлен анод. В данном случае атомы металла окисляются, отдают электроны и в виде ионов переходят в раствор. При этом масса анода уменьшается. В итоге происходит постепенное растворение анода. Этот способ применяется для получения химически чистых металлов. На данном слайде представлена схема очистки или рафинирования меди. Для проведения процесса в качестве катода используют тонкую пластину чистой меди. В качестве анода используется толстая пластина неочищенной меди, то есть в этом случае анод неинертный. В качестве электролита используют сульфат меди. При прохождении электрического тока на катоде выделяется чистая медь, а анод постепенно растворяется, так как атомы меди окисляются и переходят в раствор. Примеси, которые находились в меди, оседают на дно в виде шлама. На данном слайде вашему вниманию предлагается пример электролиза раствора хлорида натрия. При этом в растворе присутствуют как ионы электролита, катион натрия и анион хлора, так и молекулы воды. На катоде происходит восстановление молекул воды, так как из водных растворов катионы натрия не восстанавливаются. Натрий – это активный металл, который в ряду напряжения располагается до алюминия. Так как хлорид ионы – это кислотные остатки без кислородной кислоты, то они будут окисляться на аноде с образованием газообразного хлора. Суммарное уравнение электролиза представлено на слайде. В результате электролиза водного раствора хлорида натрия выделяется газообразный водород, газообразный хлор и происходит подщелачивание среды. На данном слайде представлен пример электролиза водного раствора хлорида цинка с инертным анодом. В растворе присутствуют катионы цинка, анионы хлора и молекулы воды. На катоде происходит как восстановление катионов цинка, так и восстановление молекул воды с выделением водорода. На аноде происходит окисление хлорид-ионов, так как хлорид-ион является бескислородным кислотным остатком. Суммарное уравнение электролиза представлено на слайде. На данном слайде представлен электролиз водного раствора сульфата меди. В данном случае в водном растворе присутствуют катионы меди, сульфат ионы и молекулы воды. Так как медь в ряду напряжения располагается после водорода, то на катоде происходит восстановление катионов меди с выделением металлической меди. На аноде происходит окисление молекул воды с выделением газообразного кислорода, так как кислород, содержащий сульфат ионы из водных растворов, на аноде не окисляются. Уравнение электролиза представлено на слайде. На данном слайде представлен электролиз водного раствора нитрата серебра с неинертным растворимым анодом. В растворе присутствуют катионы серебра, нитрат ионы и молекулы воды. Так как серебряный анод неинертный, то он может участвовать в окислительном процессе на аноде. А именно происходит окисление материала анода и ионы серебра переходят в раствор. На катоде происходит восстановление катионов серебра с выделением металлического серебра. В итоге электролиз водного раствора нитрата серебра с серебряным неинертным анодом сводится к переносу серебра с анода на катод. Для составления уравнений электролиза водных растворов следует придерживаться следующего алгоритма. Во-первых, составляют уравнение диссоциации электролита. В данном случае на слайде представлено уравнение диссоциации соли. Далее определяют в соответствии с правилами катодных и анодных процессов ионы, которые будут окисляться и восстанавливаться на электродах. Далее составляют схемы катодного и анодного процесса. И суммируя катодные и анодные процессы получают суммарное общее уравнение электролиза. В данном случае необходимо помнить правила электролиза на катоде и на аноде. Количественные законы электролиза были сформулированы в 30-х годах XIX века Фарадеем и звучат следующим образом. Масса образовавшегося при электролизе вещества пропорциональна количеству прошедшего через электролит электричества. А также при электролизе различных химических соединений равное количество электричества приводит к электрохимическому превращению эквивалентных количеств веществ. Объединенные первый и второй закон электролиза можно представить в виде выражения, представленного на слайде. Обозначения, используемые в этом выражении, расшифрованы на слайде. Необходимо помнить, что время электролиза для расчетов используется в секундах. Необходимо обозначить основные области использования электролиза. Во-первых, электролиз используется для получения металлов. Кроме того, электролиз используют для покрытия металлических изделий другими металлами. Эта область называется гальваностегия. А также для получения точных металлических копий. Эта область называется гальванопластика. Электролиз расплавов и растворов используют для получения металлов. Эта область называется электрометаллургия. Электролизом расплавов получают щелочные и щелочноземельные металлы. Электролизом растворов можно получать металлы малоактивные и металлы средней активности. Гальванопластика это отдельная область, в которой электролиз используется для получения отслаиваемых копий предмета, полученных путем осаждения металла на поверхности предмета электролитическим способом. При использовании этого способа достигается высокая точность копирования формы. Благодарю за внимание.